Молодой человек заходит в подъезд. Лицо не скрывает. Наоборот, действует уверенно. Ведь он уже получил четкие инструкции от мошенников. Работа несложная. Нужно забрать деньги у пенсионерки, которые уже убедили, что ее подруга стала жертвой ДТП и необходимо дорогостоящее лечение. Какую-то сумму невероятную назвали. Я говорю, ну это не только теле, но и шоферу. Я говорю, у меня таких денег нет. Ну а вы сколько сможете дать? Сейчас к вам подойдет Сергей какой-то. Я опять тоже написала. Молодой человек, передайте ему сумку в больницу. Две мочалки. В одну мочалку деньги заверните. Конкретно эта пенсионерка лишилась 100 тысяч. Жертвами злоумышленника в этот день стали еще две пожилые жительницы Балакова. Миллион триста. Столько. Курьер мошенников забрал у трех доверчивых бабушек. Деньги перевел так называемым работодателем. Себе оставил 75 тысяч. Но распорядиться незаконно добытым трофеем не успел. Был задержан участковым уполномоченным полиции. У нас произошло мошенничество. Три факта здесь на территории города Балакова. Соответственно, ориентировку, данную ориентировку скинули в общую группу отдела полиции. Где, то есть я посмотрел, данное лицо запомнил. На следующий день так получилось, что мне необходимо было поехать приобрести флешку. Я поднялся, когда я в магазин, я увидел молодого человека, похожего на данное лицо, которое скинуло по ориентировке. Я подошел к нему, представился, сказал, что я сотрудник полиции, вам необходимо проехать со мной в отдел полиции. После чего гражданин, в принципе, спокойно воспринял эту ситуацию и сказал, что да, я с вами проеду. Подозреваемый, а им оказался житель села Матвеевка, без криминального прошлого. Своё 20-летие он встретил в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено статьей 159, частью 3, 2 эпизода, 159, частью 2, 1 эпизод. По факту мошеннических действий, совершенных в отношении граждан, проживающих на территории города Балаково, Саратовской области. Лицо, совершившее данное преступление, задержано. Им определяли обвинения по данным эпизодам. Балаковским районным судом Саратовской области в отношении данного лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается. Андрей Багаев, Расул Ибрагимов, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.